Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала. Меня зовут Слуцкий Александр, буду для вас играть и комментировать. Вы находитесь на канале S&G и мы начинаем новое прохождение. Игра Until Dawn или в русской локализации Дожить до рассвета. Она представляет собой смесь хоррора и интерактивного кино, в котором от наших действий будет многое зависеть. Будь то отношения между персонажами, дальнейшие сюжетные события, да и вообще насколько долго проживет тот, кем мы управляем. Думаю те, кто знаком с шедеврами от Quantic Dream, я считаю эти игры шедеврами, такие как Heavy Rain, Beyond Two Souls, Фаренгейт например, в общем те люди меня поняли. Сюжет заключается в том, что группа молодых людей собралась в загадочном доме в лесу, отмечать вроде кое-что, ночь, все дела. Да ладно, в общем вообще лучше про сюжет я рассказывать не буду, будем его познавать в ходе прохождения. Вроде общее представление об игре я вам дал, мы можем начинать. Остается лишь отметить, что на каждом канале, у каждого автора на ютюбе будет свое уникальное прохождение, будут последствия своих выборов и надеюсь, что и мое прохождение кому-то понравится, кому-то будет интересно. В общем ребят, приятного просмотра, начинаем новую историю, тут я уже пробовал игру, пробовал записывать чуть-чуть, буквально совсем пару минут. Ой, надеюсь, что будет круто, надеюсь, что будет интересно. Да. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Майк? Это Ханна. Ханна? Эй, кто это там? Папа сказал, на выходных мы одни. Джош! Джош! Так, что это у нас тут? Ханна! Ты такая сексуальная в этой Майке, а без нее, наверное, еще лучше. Приходи в два ночи в комнату для гостей. Майк. О, господи. Ну, что там опять с нашей наивной сестренкой? То есть, подожди, Ханна это та самая девушка в очках, да, которая пошла в комнату? Ну, а вот в чем розыгрыш-то. Ну, е-мое. А друзья там спрятались под кроватью и в шкафу. Ну, да, ну, ай, ладно. Традиционный американский юмор, да? Американские шуточки. Хотя, не только американские. Тут у нас что? Такое мини-обучение. Ничего себе. Он что, бутылку целую? Ну, они вдвоем, получается. Ну, ты даешь. Хотя там еще стоят у них. Жесть, ребята. Да, братец. Ты, как всегда, отличился. Твоя записка. Рад, что ты пришла. Майк, ты такой ублюдок, а? Ну, вот. Ой. Я уже... Я уже нашел того, кого я недавижу здесь, в этой игре. А там как пойдет? О, да, детка. О, господи, она расдевается. Что? Господи, боже. Мэтт? А, еще и на камеру снимает. Вы что сделаете? Ханна. Прости, Ханна. Нет, стой. Нехорошо. Майк, просто такая глупая шутка. Черт. Вот вы, подонки. Вы все. Ну, ты же знала об этом. Мы видели. Но не помешала им. Да кто это такой вообще? Так. У нас первый выбор, похоже, в игре. Разбудить Джоша или найти друзей. Не, найти друзей. Будить его бесполезно, мне кажется. Ребят, там кто-то ходит. Что за хрень? Ханна! Что такое? Куда это она пошла? Да она просто шуток не понимает. Мы просто пошутили, Ханна. Ну и шуточки. У вас, господа. Ну ладно. Мы дурачились, Бэтт. Ну, пошутили. Да вы дебилы. Согласен. Ханна! На самом деле. Ну, может догоним? Знаешь что, Майк? Тебе она сейчас вряд ли обрадуется. И что, она в одиночку в лес побежит? Ночью? О, черт! О, ладно. У нас обучение. Я чувствую, учитывая, что... Давайте быстро преодолеем. Думаю, что, учитывая все обстоятельства, это ничем хорошим не закончится. Ну, следы, следы, по крайней мере, на снегу остались. Нормально. Так. Идти по следам, идти на шум. Идти по следам. Возможно, шум от того непонятного мужчины, который ходит здесь. В лесу, ничего себе. Три оленя. Страшновато, однако. Ну, вообще, зря она одна побежала. Причем, что Ханна, что Бэт. Потихоньку начинаю запоминать имена наших персонажей. Так, телефон. Зачем тебе телефон? А, фонарь. Понял. Смотрите, я могу в любое место им посвятить. Даже вверх, вниз, влево, вправо. Забавно. Ну, и иду, разумеется, я тоже сам. Так, вот здесь следы закончились, что ли? Хотя, вроде, нет. Ну, олень, ну что ж ты меня пугаешь-то? Вместе с Бэт. Так, пойдем побыстрее. Ханна, куда ж тебя черт понес? Эй, эй! Жуткое место. Это у нас что такое? Что это мы нашли? Вау! Тотем смерти? В смысле? Даже так. Ну да, это Бэт. И она разобьется о камень. Вещает нам тотем. Будем знать и постараемся этого избежать. Если это, конечно, будет возможно. Где же Ханна? Да что за звуки постоянные? Явно, мы в этом лесу не одни. Ну, мы видели, собственно, что мы не одни. Ханна, на твоем месте я бы откликнулся. Что это за огонь? Что это было сейчас? О, да ладно, нашли. То есть я правильно пошел? Видимо так. Ты же замерзнешь совсем. Вот, держи куртку. Я такая дура. Идиотка. Ханна? Ханна! Да чтоб тебя! Что там за чертовщина такая вообще? Бегите в дом, девочки. Понятно. Нет! Нет! Черт! Нет! Уди! Что это вообще? Черт! Нет! Подожди, он помогает. Он руку протянул. Что значит отпустить? Ну? Все как в том самом пророчестве. Избежать я его не смог. Но если бы я отпустил сестру, это же было бы... Я не знаю. Я думал отпустить это дать поднять себя этому мужчине. Однако нет. Отпустить это отпустить. В общем, девочки погибли. Девочки, мы начнем. Послушай меня. Очень важно зарубить кое-что себе на носу. Психоаналитик. Ну давай. Никто не в силах исправить прошлое. Оно нам не подвластно. С этим надо смириться, чтобы жить дальше. Но это понимание также дарит свободу. Все, что ты делаешь. Все твои решения открывают двери в будущее. Помни об этом. Помни об этом, когда будешь играть в игру. Каждый твой выбор влияет на твою судьбу и судьбы тех, кто рядом. Классная все-таки анимация лицевая. На чего красиво играть сейчас. Итак, ты хочешь приступить к этой игре. Большой шаг. И я буду тебе помогать. Порой эти вещи бывают немного страшными. Даже жуткими. Но не забывай, даже если ты влипнешь в совсем неприятную ситуацию, я всегда помогу тебе найти из нее выход. Ладно. Начнем с простого упражнения. Пожалуйста, переверни карту. И посмотри, что на ней за картинка. Опиши свои чувства. Только, пожалуйста, отвечай честно. Это очень важно для достижения эффекта. Окей, за кого мы играем сейчас? Кто пришел на сеанс психоаналитику? Немного странному, как по мне. Так, мы в перчатке. Неужели это тот мужчина как раз? Ну-ка. Что мы видим здесь? Какую-то ферму, чучело. Ну, допустим. Итак, какие чувства вызывает у тебя эта картинка? Но только честно. Наверное, все-таки тревогу. Хорошо. Там гроза надвигается. Тучи на небе. А что же все-таки приводит тебя в тряпед? Нет, не пугало вообще-то. Вообще дом и... А, не, это тень. Это же тень просто, да, по-моему? От какого-то предмета. Это не тучи на небе. На фотографии-то небо чистое вроде как. Хотя могу ошибаться. А, в общем... Не, не пугало. Точно не знаю. Вообще дом меня приводит. Если что-то, чего на картинке нет, почему же ты так нервничаешь? В трепедь меня дом приводит почему-то, не знаю. В доме что-то есть? Может быть. То есть в доме есть нечто. Оно живое? Ну, вообще да, оно живое. Ясно. Насколько мы видели. А это человек или, может быть, есть еще другой страх, о котором нам надо поговорить? Да, вообще непонятно. То ли человек это, то ли нет, то ли это все вместе. Это не человек. Ты это серьезно? Наше время истекло. Я прошу тебя подумать об этом... ...не человеке, который скрывается внутри дома. В другой раз мы разберемся с этим. Этот дядечка посчитал нас психом. Я понял. Но вы же видели... Там был, конечно... ...мужик похожий на маньяка, но было еще что-то. Поэтому я не знаю. Видимо, узнаем мы это по ходу дальнейшего прохождения. Ну что ж, начало интригующее, согласитесь со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Вот знакомый, кстати, актер Где-то я его видел Неимоверно счастлив видеть вас всех здесь год спустя Для начала хочу сказать, что безумно рад поприветствовать всех своих дорогих друзей На ежегодных зимних каникулах в Блэквуде Секунду Просто хотел сказать вам о том, что мы узнали из радиовещания этого Ну, радиоведущий рассказал о том, что там есть психбольница старая рядом с нашим домом Ну и тот самый, возможно, тот самый мужчина Он сосед, который был недоволен строительством, да, семьи Вашингтонов Коим и принадлежит этот особняк Ну, не знаю, с какой целью он там ночью ошивался И он ли это был вообще Узнаем это в дальнейшем Та-да! Что ж, давайте начнем, пожалуй, с самого, ну, как сказать Самого щекотливого вопроса То есть наши ребята собрались через год снова все вместе Вы, конечно, переживаете за меня И всем нам будет нелегко вернуться сюда после того, что случилось здесь прошлой зимой Но я хочу, чтобы вы знали Я очень Очень ценю нашу решимость И я Я точно знаю Ханна и Бэт оценили бы то, что мы до сих пор вместе И думаем о них Я бы очень хотел, чтобы мы все здорово провели здесь время И пусть эти каникулы будут незабываемыми Ради моих сестер Ну, в общем Ладно, так Короче, теперь мы оттянемся как порно-звезды Поездка будет просто незабываемой Готовы? Да! Ой Не понимаю, я мотивацию их возвращаться туда И оттянемся как порно-звезды Очень красивая музыка. Встречает нас. Ну что, видимо, будем играть сейчас за эту девочку, которая корила как раз за ту шутку. Голова первая. Помни о смерти. Десять часов до рассвета. Ну да, мы приехали, видимо. На эту вечеринку. Что? Опять? Сразу же? Мы только приехали. Акстись. Сэм, лучшая подруга Ханны. Упорная, осмотрительная, отважная. Понял? И она как раз корила за эту шутку над Ханной всех. Друзей. Есть там кто? Так. По-любому есть кто-то. Тропа к станции канатной дороге. 21.02. Так, ну знаете, ребят, для затравочки и первой серии вполне достаточно. Пролог мы прошли. Первая глава будет уже в следующей. Сегодня же будет вообще много будет серий на канале в ближайшие дни. По этой игре. Так что ожидайте. Устрою вам марафон. Спасибо всем за просмотр. Если вы не поставили лайк, то обязательно поставьте, если забыли об этом. Ну и пишите в комментариях, как вам вообще начало игры. Увидимся уже в следующей серии. Совсем скоро. Ожидайте на канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok